Донецкий краеведческий музей отметил юбилей 95 лет с момента своего основания. В рамках юбилейных торжеств в большом выставочном зале открылась выставка «Культурное достояние республики». Пять лет назад, когда нам исполнилось 90 лет, к сожалению, мы не смогли отпраздновать юбилей. Поэтому в этот раз мы постарались на этой выставке показать самое яркое, самое интересное и по-настоящему уникальное. Посетители, которые придут сюда, увидят те вещи, которые зачастую не выставляются, которые находятся в хранилище. Но именно по поводу юбилея мы сочли необходимым их показать. Вниманию посетителей представлены уникальные экспонаты, которые были собраны на протяжении всей истории учреждения. Предметы, поступившие в музей в рамках акции «Дни дарения», также яркие экспонаты из экспозиции отдела музея. Всего на выставке представлено более 250 предметов. Наша экспозиция начинается с двух предметов, которые относятся к так называемому книжному редкому фонду. Редкий фонд нашей книги насчитывает полторы тысячи предметов. И два фолианта, которые выставлены в самой первой витрине, поистине уникальны. Это «Гербари» Пьетро Андреа Матиоли, 1563 год издания. И второй – это «Географический атлас» 1700 года, изданный в Париже, известного картографа Алекса Жайо. Мы открыли его на странице, на которой изображено Азовское море, Меотида. И настолько подробная карта, на ней видны наши реки. Виден Кальмус, виден Еланчик, и мы можем приблизительно определить, где находится наш с вами город. На выставке демонстрируется и коллекция культовых предметов. Серебряные оклады православных икон, одеяния православного священника, церковные покровы, старопечатные богослужебные книги, медная культовая пластика XVIII века, найденная в ходе археологических раскопок сотрудниками музея. Он был получен в результате раскопок на поселении Казачья Пристань. И это медные кресты нательные и медные иконки Николая Можайского. Также на выставке представлены два старинных гобелена ручной работы. Один из них посвящен известному моменту войны 12-го года, совету в филях, когда Кутузов принимает фатальное решение оставлять Москву. Ковер сделан по мотивам известной картины художника Алексея Кищенко, и там сюжет понятен. Кроме того, здесь есть образцы огнестрельного оружия. Также можно увидеть и экземпляры знаменитого Касринского литья. В свое время, в 19-м и 20-м веке, это были очень популярные интерьерные предметы. Так называемая кабинетная скульптура, изготовленная изменно из чугуна. Помимо этого, в экспозиции представлены результаты работы археологических, этнографических экспедиций музея. Один из разделов посвящен филателии Донецкой Народной Республики, где представлены марки и конверты, выпущенные в ДНР. А государственное предприятие «Почта Донбасса» в свое время неоднократно передавало нам свои предметы, вплоть до 1917 года. Они у нас есть. И вот здесь, на этом планшете, представлены филателистические изделия, посвященные героям Донецкой Народной Республики, и Гиви, и Мотороле, и Александру Владимировичу Захарченко. И есть два уникальных конверта, которые посвящены 90-летию нашего музея. Того самого музея, которое нам в 2014 году, увы, толком не дали отпраздновать. Праздновать!